всем привет дорогие друзья время на часах 2.39 ночи у меня обновилось приложение вконтакте теперь 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 там нет аудиозаписи но зато есть музыка которая стоит 149 рублей в месяц если вы хотите и сохранять и слушать без интернета так давайте посмотрим новое видео начинаем поехали хайпанем немножечко да я вот практически лег спать но все-таки решил записать вам данный видеоролик это моя социальная сеть вконтакте то есть соответственно моя страница страничка в меню слева я вот видеозаписи не обнаружил графу под названием аудиозаписи но обнаружил музыку проходим и включаем следующий интерфейс все перерисовано теперь это список ваших треков некоторые имеют обложки это одно из нововведений нововведений некоторые нет но я думаю со временем это все подтянется почиститься сервис только что запустился что мы видим самом верху мы можем искать по музыке к примеру если давайте нажмем баста и список треков посты также можно допустим шоу еще раз баста по исполнителям композиция кличок к примеру я хочу искать басты плячок и пожалуйста я попадаю на исполнителя василия вакуленко и непосредственно ту композицию которую мне надо дальше у нас есть плейлисты показать все у меня всего лишь 20 плейлиста можно создать новый можно задать ему некое название и дальше туда добавлять определенные треки ну к примеру вот эти пара треков я хочу добавить в этот плейлист после того как я создал плейлисты у меня есть плейлист под названием тест или музыка в дорогу есть плейлист сохраненная музыка но здесь все упирается в новое видение в виде приложения бум я не знаю существовало ли это приложение ранее но теперь она скажет так очень глубоко интегрировано в социальную сеть вконтакте далее по плейлистам мне есть плейлист который я использую в качестве музыки для своих роликов на ютубе и возьмем начнем слушать любую композицию посмотрим на плейлист здесь в принципе ничего не изменилось нижний ряд икон мы можем поделиться на свою страницу или страницу одной из своих групп если у вас их несколько в случайном порядке зациклить воспроизведение и сохранить текст соответственно сохранить композицию мы не сможем без опять же ранее упомянутого приложения бум к нему вернемся чуть позже текст песни если он умеется искать исполнителя если умеется да пожалуйста можно воспроизвести треки этого исполнителя и поделиться если вы хотите допустим это поделиться может быть в каком-то своем диалоге или кому-то из своих друзей дальше мы можем перемещаться среди своих треков во время воспроизведения того трека на котором мы сейчас находимся дальше ближе точнее предыдущие следующий трек добавить на свою страничку и на этом сам скажем так интерфейс музыкального плеера социальной сети вконтакте весьма лаконичен и достаточно удобен дальше помимо плейлистов у нас конечно же есть вся ваша музыка которая до этого была сейчас многие обложек не имеют я об этом говорил чуть раньше я думаю что это все пройдет со временем и больше здесь нет ничего самое интересное происходит разделе рекомендации здесь за вас скажем так не на сети думают какая музыка вам нравится если вы хотите подумать точнее послушать что вам предлагается на основе вашего выбора на основе тех треков которые у вас уже есть в ваших композициях соответственно вам предлагают некую подборочку в качестве плейлиста далее мы видим музыку друзей здесь вы можете посмотреть любую музыку точнее выбрать любого из своих друзей которые у вас находятся в социальной сети вконтакте и выбрать любой трек который использует соответственно слушает ваш друг и добавить его в свою музыку достаточно удобно наглядно здесь видно то есть это практически вторые второй позиции идет никак это нельзя отрегулировать то есть никак никаким образом это поменять нельзя специально для вас в общем актуальную расстановку на вашем экране никак не поменять дальше идут новиночки первые три композиции если хотите чтобы показала все нажимаете показать все и вам покажет показывается все потом музыка в сообщество я состою в двухсот сообществах но пока оформлено это все только у одного музыка для без авторских прав здесь интересная подборка в виде плейлистов по жанрам музыки опять же список всех треков которые существуют в данном сообществе достаточно удобно потому что мне не надо теперь искать где и что я могу найти буквально зашел выбрал жанр послушал листы послушал точнее треки и что захотел то и скачал с помощью сторонних программ также любой плейлист можно добавить допустим давайте добавим рэп и хип-хоп свои плейлисты и пожалуйста он автоматически добавился если мы обновим автоматически добавился мою музыку дальше в рекомендациях есть похожие то есть похожая музыка опять же на то что у вас есть в ваших треках показать все опять же все наверное идет какая-то подборка на основе каких-то действительно нейросетей которые работают очень-очень интересные пока еще работает а не точно а может понравиться и популярная ну тут все как обычно как во всех современных музыкальных агрегаторах допустим apple music либо google music все это таким вот образом показывается первые три трека дальше показать все и говорится смотрите все они недавно прослушенные в самом-самом конце всегда у вас актуальна ваша ваша песня которую вы прослушиваете находится в самом низу экрана с одной стороны удобно а теперь давайте поговорим о том за что нас просят заплатить деньги приложения бум качается в том магазине которым принадлежит ваша операционная система в нашем случае это play market открываем тоже все достаточно интересно что здесь видим внизу у нас есть несколько переключателей лента поиск музыка допустим лента и вся все музыкальные композиции моих друзей моих сообществ они не скажем так отображаются здесь я думаю сюда будет попаляться также и рекламы и так далее так далее поиск понятно что поиск допустим искать паста и найдется паста музыка эта музыка который лежит непосредственно мне далее здесь все мои треки загружены по краю их нет потому что я не оплатил и не подписался на эту авантюру истина то есть если я хочу размещать треки у себя на стене если пройти в настройки то мы здесь можем выбрать тарифный план пока это только один единственный 149 рублей в месяц но я думаю что будет какие-то дополнительные планы в качестве семейного доступа за 300 рублей на несколько устройств но пока еще не понятно пока только один восстановить покупки если вы переходите с одного устройства на другое эквалайзер обыкновенный с выбором преседов сохранять только по вай фай не засыпать при загрузке показывать плейлисты и можно выйти с учетной записи в принципе все достаточно понятно единственное что даже достаточно симпатично единственное что пока напрягает это конечно же оплата в размере 150 рублей именно пользователи российские пользователи те кто пользовались музыкой вконтакте они конечно же для них это такая что в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok